Шукады Богослами продолжает рассказ о трёх пурушах, делая саму концепцию гораздо более понятной, с тем, чтобы мы могли применить её в жизни к самим себе. Насколько Шрила Шукады Богослами учитывает интересы Парикшита Махараджа, безусловно, в полной мере. Ведь Парикшита Махараджа Шукады Богослами с одинаковым восторгом. Один из них рассказывает, а другой слушает о том, что Верховный Господь является причиной всех причин, и сейчас они вместе будут любоваться деталями Его Верховной независимости и владычества надо всем творением. Итак, Шукады Богослами продолжает объяснение. Услышь от меня, каким образом энергия Верховного Повелителя разделяет единое на три вида экспансий, описанных выше. Властвующие существа – адхидаева, адьятма – подвластные существа, а также адхидафута – материальные тела из неба, которое находится в трансцендентном теле, проявляющегося Махавишны. Послушайте, до каких истоков творения нас ведет Бхагава там. Так удивительно, что мы имеем возможность получить рассказ о том, что было до творения, как все начинается всякий раз, когда Господь решает начать проявляться. Итак, возникли из неба энергия чувства, сила ума, физическая сила, а также источник совокупной жизненной энергии. Шагдил Гасамик дает очень удивительный пример, очень наглядный пример царской свиты. Ведь царская свита всегда следует за своим повелителем, и абсолютно так же живые существа движутся, когда совокупная энергия, материальная энергия, пребывает в движении. Но как только она перестает действовать, деятельность всех живых существ тут сейчас прекращается. Это очень важно понять для всех живых существ, особенно для нас, тех, кто изучает Писание, понять, что никакой независимости речи быть просто не может. Как только материальная энергия, следуя воле Господа, перестает двигаться, и она таким образом тоже не является независимой. Ведь чтобы все находилось в движении, для этого нужно желание и повеление Верховного Господа, Его милостивый взгляд. Итак, материальная энергия независима. Какой же независимостью можем обладать мы? Сила Праупада приводит удивительную цепочку зависимостей в своем комментарии. Итак, электрическая лампочка, электрические приборы, хороший пример, они полностью зависят от работы гидроэлектростанции. Электростанция полностью зависит от уровня воды в водохранилище. Количество воды в водохранилище зависит от воды с неба, которая накапливает тучи. Тучи зависят от Солнца, которое испаряет воду из резервуара воды на поверхности планеты. А Солнце зависит от творения, оно тоже сотворено. А само творение – от мановения Верховной Личности Бога. Итак, сила Праупада подводит нас опять. Кто же Верховный Господь является причиной всех причин. А теперь, как развивает это живое существо, следуя схеме развития проявляющегося Махавишну. Жизненная сила, возбужденная Вират Пуруши, породила голод и жажду, и когда он захотел есть и пить, открылся рот. Итак, процесс формирования органов чувств и способностей к чувственному наслаждению, к чувственному восприятию живых существ в тропе матери идёт абсолютно по той же схеме, что эволюция Вират Пуруши. Итак, высшие причины происхождения обладают всеми свойствами личности и, конечно же, желаниями. Ведь Господь Всевышний хочет иметь различные ощущения и органы чувств, и именно поэтому возникают аналогичные органы чувств у индивидуальных живых существ. Само желание заложено в природе Верховного Живого Существа. Всевышний, постарайтесь представить, это обладает совокупностью всех ртов во Вселенной, и поэтому, и только поэтому у каждого живого существа есть рот, и даже изначальное желание использовать его как ворота для поступления праны посредством пищи анны в тело. С другими чувствами дело обстоит абсолютно так же. В данном стихе, говорящего про упада, рот отлицетворят все органы чувств, поскольку они все развиваются по единому принципу, принципу, который навечно заложил в этот мир Верховный Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok